Ай, болит я! В Барнауле трамвай наехал на пешехода. Девочка спасла грудного ребенка, пожертвовав собой. Олесе, так звали пострадавшую, всего 13 лет. От боли она не могла сдержать эмоций. Школьница была в сознании, она могла говорить. Но каждое слово давалось ей с трудом. Где-то ноги шевелятся. Да. По словам очевидцев, Олеся с подругой переходила трамвайные пути. Перед собой катили коляску, в ней был ребенок знакомых. Мать малыша попросила девочек погулять с полуторагодовалым ребенком. Подруги направлялись за покупками. Неожиданно колесо коляски застряло между рельсов. Олеся была в наушниках, слушала музыку. Девочка слишком поздно заметила приближающийся трамвай. Купы, наушники, б***ь, и прутцы. Нифига горы не видят, ничего. Вагона вожатая долго не могла прийти в себя. Женщина увидела на рельсах подруг, но была уверена, что пешеходы отойдут. Она нажала на тормоз, но поздно. Трамвай буквально подмял под себя девочку. Перед этим Олеся успела оттолкнуть коляску с ребенком в сторону. Очевидцы сразу же вызвали скорую и спасателей. Врачи осмотрели грудного ребенка. Малыш не пострадал. Не пострадал ребенок. Он вообще не ударился? Нет, не ударился. Она толкнула молнию. А вот девушка под трамваем почти не шевелилась. Медлить было нельзя. Это понимали медики и спасатели. Уже через несколько минут к вагону подогнали автокран. Наконец, трамвай удалось приподнять. Девочку вытащили из-под вагона. Ее сразу же осмотрели медики. Удивительно, но Олеся отделалась лишь легкими ушибами и сильным испугом. Скорая помощь отвезла пострадавшую на обследование в городскую больницу. Чтобы успокоить Олесю, вызвали отца и мать девочки. Девушка чудом осталась в живых. И ей надолго запомнилась музыка, из-за которой она чуть не погибла. Плеер с наушниками родители ей больше не купят. Редактор субтитров А.Семкин